Жизнерадостная и энергичная Наталья Баренкова! Привет, Москва, дети! Привет! Привет, Москва, дети! Нам хочется вам передать свою энергию. Спасибо вам огромное за поддержку. Вы знаете, здесь жизнь, если вы, это когда ты исполняешь мечты, которые у тебя даже в твоем списке не было записано. Стиль жизни с Арифлэм, это когда ты приезжаешь к конференции и первое письмо, которое ты получаешь, сходя с трампа самолета, выглядит следующим образом. Уважаемый Наталья Валерий, поздравляем вас, вы квалифицировались на конференцию Валенцию. И, пожалуйста, в своем ежедневнике забейте, пожалуйста, данные с 24 по 30 августа, что вы в это время заняты. Вы знаете, я прям мужу говорю, слушай, вот это класс, вот это жизнь. Вы знаете, вот чем отличаются шведы от русских? Мы так думаем, да, иногда говорим, а шведы так думают, так живут и так делают, понимаете? То есть они все, что они обещают, они все выполняют. Все, что вы видите в плане успеха, все, что вы слышите на мероприятиях, все, что вы слышите на конференциях, это будет именно так. И может быть именно с вами, если вы это сильно очень захотите. И вы знаете, когда в прошлом году объявили, что будет конференция вот в этом великолепном отеле, конечно, сразу цель поставлена была, что я хочу там быть. И когда это произошло, то, конечно, чувства перевыполняли и гордость перевыполняла. Но вы знаете, я всегда от конференции жду не только отеля. Я еду туда на время поменять окружение, я еду туда зарядиться, я еду туда учиться в первую очередь. И я жду встречи, я жду всегда встречи с Магнусом, я жду его выступления, я ловлю каждое слово. И в этот раз на конференции Магнус нас радовал, он выступал не один раз и не пять минут. Я всегда жду встречи с Владимиром Полежаевым. И в этот раз это была такая встреча, что после нее мы не спали всю ночь и не спали с мужем. Так обсуждали, как бы все свои планы, сидя на балконе на 38 этаже, что через минут, наверное, 20 соседи наши белорусы постучают и говорят, слушайте, мы так уже всю Полежаевскую встречу прослушали, как бы, все это прямо это, давайте мы с вами вместе обсудим, а то мы у нас больше не можем, мы терпеть, как бы, я думаю, блин, ну надо был балкон двери закрыть хоть, как бы, а мы так обсуждали, что мы на Полежаевской встрече услышали. Вот, поэтому, вы знаете, вот я получила, все органы чувств, какие у меня есть, были затронуты, да, вот как сейчас Марина показывала, какая была цель при создании этого продукта, задеть, вот представляете, из обычной косметической продукции все пять органов чувств, и красивая помада, да, и вкусно пахнет, там, и наносит можно, и подержать, и еще и услышать косметическую продукцию, да. И вот то же самое на конференции, все пять органов чувств были задеты. И, конечно же, вот мне сейчас нужно рассказать о том обучении, которое мы там получили, но, вы знаете, я посчитала, у нас где-то было три дня обучения, если в общем взять, да, как бы, с утра до ночи, то есть это где-то порядка 30 часов я должна за 15 минут рассказать. Конечно, это очень трудно, но я вас хочу успокоить, как бы, два момента самых главных, в принципе, можем даже 15 минут не рассказывать. Первый момент из обучения, которое мы вынесли, другого способа рожать не придумали, и то, что работало пять лет назад, то, что работало десять лет назад, сегодня это тоже работает, и это дает результаты. И второй момент, как бы, который тоже всех успокоили, и все топ-ледер вышли, говорят, слава тебе, Господи, а то мы думали, нам всем интернет надо, что и без интернета 90% людей, которые сделали результаты и были на конференции в новых званиях, да, из тысячи человек участников, 125 человек приехали с новыми результатами. И из этих новых результатов 90% были сделаны не онлайн, а жильем. И поэтому, если вам, у вас еще, как бы, сомнения, вам пумы были красивы, вот, уже давайте определяйтесь, дело-то не в этом. И я сейчас хочу как раз об этом поговорить, о тех целях, которые нас с вами ждут. И, конечно, на встрече с Владимиром мы обозначили, какое-то было такое единение топ-лидеров, когда мы все российские результаты, которые были на этой встрече, поставили себе задачу, что в 2017 году, черковите себе на вечер домашнее задание, через три года будет 50-летие компании. И было бы здорово именно к этому времени сделать новый результат. И даже если вы никогда больше, чем недели или месяца не планировали в своей жизни, дорогие новички, те, кто первый раз присутствует сегодня на нашей встрече, сделайте хоть раз. Новичкам везет, говорит. Просите больше, пишите больше. Но поймите, что за этими вашими целями еще и действия. А что нужно делать, я сейчас скажу. Перед нами руководство поставило цель. На сегодняшний момент у нас 3 миллиона 194 тысячи консультантов в баке. Да, это во всем мире. Из них 1 миллион 300 – это консультантов в СНГ. И на три года Магнус, Йохан, Ерсет нам поставили задачу увеличить количество консультантов в странах СНГ до 2 миллионов. Кому эти цифры ни о чем не говорят, я объясню. То есть если сейчас миллион консультантов, а мы планируем 2 миллиона, значит, чья-то команда как минимум в 2 раза вырастет, значит, чей-то товарооборот как минимум в 2 раза вырастет, значит, чьи-то доходы как минимум в 10 раз вырастут. Кому такой план нравится? И понимаете, вот сегодня каждый должен эту цифру увидеть и говорить, из 2 миллионов моих будет... 2 миллиона 929. Вы знаете, ребят, еще одна вдохновляющая, офигенная цифра. Вы знаете, ну первое, значит, за что я себя люблю, за красоту, талант и скромность. Когда мы увидели вот этот план успеха, как бы я прихожу в номер и говорю, не в пика себе, 300 бриллиантов во всем мире, и один из них я. 300 человек во всем мире, и один из них я. Так, ну, вас не это должно вдохновлять, вас будут ваши результаты вдохновлять. Что должно вдохновлять нас всех с вами? Обратите внимание на цифру самую низкую, на наши корни, на наши впитающие, да, как бы, органы. Это 104 тысячи менеджеров. По принципу Фаретта, 20% из них обязательно станут директорами. И в ближайшее время наш директорский корпус, наш бриллиантовый корпус, как минимум, кто быстро считает, из 100 тысяч 20% это сколько? 20. 20 тысяч новых директоров мы ждем от России, в мире, от СНГ. И, ребята, сегодня очень хорошая возможность, кризис, запланировать себе новые результаты. И сейчас, как бы, нам не только о дисконте можно говорить. Сегодня можно смело говорить о доходах, о работе, и звать на серьезные, на амбициозные планы в компании Reflame. Поэтому запланируйте себе новую команду и новый результат. Но для того, чтобы пойти вперед, обязательно нужно работать над собой, да. Был бы ведущий, ведомые найдутся. А ведущий-то тот, кто идет впереди. Ведущий-то тот человек, который, как бы, направляет людей, да. И, вы знаете, как бы, ну, по-разному бывает. Я никогда не забуду, когда я только, наверное, первая делала шаги, и выступал Василий Кравцов. И он рассказывал, как его становление лидерства, когда он говорит, «Ребята, за мной!» И пошел как-то по сцене. И все говорит, «О, что-то, блин, не туда идет, ребята, не туда!» «Все туда!» И все опять за ним. То есть, как бы, менять маршрут, да, менять какие-то, ну, планы свои, да, или что-то такое. Когда вы работаете, это не стыдно. Да, всегда вот нас Владимир учит, что не стыдно менять свое мнение, когда появилась дополнительная информация. Стыдно его не менять. И, ребят, конечно, что-то нового мы не услышали, но сейчас я покажу вам ориентиры. Скорректируйте сейчас свое поведение, скорректируйте сейчас свою работу, посмотрите, в чем вы уже сильны, а что нужно проработать. И не бойтесь, идите к своей команде, идите к своим людям и говорите, ребята, мы шли так, но теперь ничего страшного, мы идем вот так, да? Вот, потому что у меня появились новые планы. Сейчас год литературы, и я свою вот эту полочку книжную после конференции прямо сразу, как бы первое, что я выполнила задание Мармуса и начала читать, причем началась читать вся семья, и ребенку даже кинула в школу, говорю, так все, литературу убираем, читаешь это все неделю. Это новая книга, которую нам посоветовали, на которую посоветовали обратить внимание. В русском ряде она выглядит так, называется она «Гении и аутсайдеры». Причем я ее скачала в Литрессе, в приложении аудиокниги, вот сижу в машине, слушаю уже пятый день. И книга это не о том, какие-то советы людей, которые там сделают так и будешь успешным. Ребята, в этой книге законы, в этой книге свой закон, как быть успешным. И автор этой книги Марком Владуэл, «Гении и аутсайдеры». Вы видите на картинке Биттлс, вы видите на картинке Билл Гейтса, и что объединяет этих людей. В этой книге приводится очень много историй обычных, известных людей, обычных людей. И эти люди, которые достигли очень большого экспертного уровня, развили какой-то либо профессиональный, очень сильный свой статус, либо бизнес очень до каких-то краев развили, необычайных. И объединяет всех этих людей, это тоже время, которое было вложено. И очень часто мы опускаем руки, неважно, в интернете вы сидите, работаете, или вы пошли с промо-стойкой, или вы начали встречи чайные проводить. Мы опускаем руки раньше времени. Так вот, для того, чтобы быть экспертом, для того, чтобы быть профессионалом, нужно вложить 10 тысяч часов. Я провела, когда мы это услышали, думаю, интересно, а сколько я провела в Арифлейме? Я посчитала, как бы в Арифлейме я провела 5 тысяч там с лишним дней, если по 5 часов работы в день, то более 25 тысяч часов было отдано работе. Поэтому я поехала в Сингапур, поэтому я сегодня встаю на сцене. И я имею право говорить, что если вы потратите время, когда я зарегистрировалась в Арифлейме, первую планку, которую себе поставил бриллиантный директор, через 3 года я достигла этого звания. Почему? Потому что я решила себе, что 10 лет по 20 часов, еле-еле совмещаясь с основной работой, это не для меня. У меня быстро пыл охладеет, да? То есть мне надо все сразу на халяву, понимаешь? Вот. Как бы я решила, что я как бы года 3-4 готова поработать. Ну, добрый лягтов уровня, ребята, у меня не было ни суббот, ни воскресенья, ни дачи, ни речки, ни помидор, ни закруток, ни грибов, ничего. Да? Поэтому, если вы готовы сделать результат в 2017 году, если вы хотите новое с вами, то настройтесь, договоритесь с семьей, что, да, и в воскресенье меня не будет, я буду работать. Да, и когда праздники, я тоже дома посижу и побегу еще работать. И когда выступали успешные лидеры, то все, вот о чем я говорю, все это звучало от новых бриллиантов. Это были разные фамилии, из разных стран, новые результаты. И когда она же не знала, Бастюк, что будут про эту книжку говорить, и она в своем выступлении на мастер-классе говорит, я работаю по 40 часов, у меня глаза красные, я каплями не успеваю их капать. Да? Как бы я делаю, поэтому я сегодня с результатом, я 20% учусь и 80% я делаю. Поэтому 40 часов, это как раз вот тебе новый результат, новый бриллиант. И если я говорю, что сегодня произвести небольшую ревизию вашей системы, ревизию ваших целей и планов, то 4 пункта, 4 ножки должно быть у вашей табуреточки. Это первое. Это рекрутирование. Естественно, мы сегодня должны подумать, какой способ мы выбираем. Но, еще раз, независимо от того, что мы будем делать, 10 тысяч, это я сейчас скажу, ежедневная работа. Не важно, есть акция или нет акции, но мы должны делать. И то, что прозвучало на конференции, то, что звучало от новых президентов, то, что звучало от новых золотых исполнительных, от новых бриллиантов, это ежедневные контакты с 10 людьми. И не важно, где вы их будете делать. Это будут контакты на холодном рынке с незнакомыми людьми. Или это будут ваши знакомые. Или это будут интернет-обращения. Везде работать надо. Страшная сказка. Работать нужно. И я хочу привести два примера. Вот, вы знаете, всегда интересно смотреть, как бы, результаты в других странах. И у нас на мастер-классе выступала турчанка и выступала китаянка. И когда выступала лидер из Турции, она говорила, что я когда рассказываю людям, что это не просто презентация, это как соблазнение. Да, я открытый очень человек. Я дружелюбный. Я спешу понравиться. Вы знаете, я вспоминаю всегда, чему нас учила Лена Корсун, когда делали первые встречи. Мы там, Лен, ну что сказать, вот это первый или второй, или второй или первый, или про каталог, или про баллы. Она говорит, не важно, что вы будете говорить, главное, чтобы вас запомнили, и чтобы вы понравились. И вы знаете, на самом деле это так. И когда выступаю в турции, думаю, о, надо же, и у них это работает, и у нас это работает. И два нового результата, которые просто, вы знаете, вот я видела, как нервно вставали последние ряды, на мастер-классах начинали ходить, все общались, как бы, несмотря на то, что выступал спикер, всех это задело. Блин, как нас это задело, ребята, я вам не могу передать. Когда выступала китаянка, которая пришла в 2008 году, и сегодня она золотой исполнительный директор. Да? Нормально? Бой люди себе цели ставят и планы. Но она, знаете, почему задевала? А потому, что как она работает? Она ничего не придумывает. У нее есть офис, и она работает только мастер-классами. Что там она рассказывает? У нее очень мощная база по обучению, где они, как бы, ну, тренируют вот этих вот консультантов, да, которые проводят мастер-классы, менеджеров. Очень мощная база тренингов и очень много встреч, которые она проводит. Более того, все, кто сейчас работает живьем, в офисах, да, те, кто проводит мастер-классы, у них еще идет очень мощная поддержка в интернете. То есть они используют онлайн-технологии. И есть группы, где они выкладывают, господи, где эти такие лица-то наши, ты посмотри там. И какое самое главное, делают преображение с лицом, да, то есть вот там после применения системы, у них есть там тоже типа одноклассников, их не китайская социальная сеть, и вот они там выкладывают, приглашают через онлайн тоже найти мастер-классы, вот. И она говорит, почему я работаю в мастер-классе? Это дублицируется. Это всегда есть на складе. Это дает много баллов. Про это легко рассказать. И вот я верну, как бы, посмотрите, они тоже наносят на пол лица. Здесь, конечно, вот плохо видно, но если поближе посмотреть, вот девушка сидит в красном, тоже пол лица у нее нанесено, средства нанесены. И следующая, как бы, женщина, которая тоже выступала, а вот Мексика, я сказала, что Турция, Мексика, да, это Памела Ибара, новый исполнительный директор. И вы смотрите, она рассказывала, как они работают на промо-стойках. И причем, как бы, как видите, это не промо-стойка, а прям промо-стол, который 10 метров. И это не просто так. Они еще приносят с собой стационарные микрофоны и со всего парка зазывают людей. Но, очень важный момент, как бы, да, они зазывают не оформить дисконтной карты и не сделать заказ, как некоторые работают. Они зазывают на то, чтобы люди пришли и послушали возможности бизнеса. И на микрофон они говорят, все, кому нужны деньги, все, кому нужен дополнительный заработок, подходить, пожалуйста, сюда. У нас практически каждый раз приходили полицейские. И говорят, да-да-да, но мы не можем присесть, как бы, мы будем в стороне стоять, нам очень интересны ваши возможности и так далее. Вот. То есть, смотрите, как бы, да, метод тот же. Промо-стойка. Подход другой. И цели другие. Люди ставят себе цель золотого исполнительного, а не пять рекордов, чтобы аэрогрит получить. Понимаете? Чувствуете подход другой? Ну вот поставьте себе такую задачу. Ведь Мошенко все слышит, он вам и даст. Хотите аэрогрит, даст гриль. Хотите нового исполнительного директора в своем лице, будет новый исполнительный. И когда мы говорим, что как люди работают, да ничего, ничего нового. Вопрос в том, что, где тут, вот, вопрос в том, что они говорят о бизнесе. И когда они работают в торговых центрах, она говорит, нам не разрешают в торговых центрах ставить промо-стойки, ну нельзя это. А она говорит, ну очень хорошо, мы заходим в торговые центры и говорим, вы знаете, на четвертом этаже возле крошки картошки в 12 часов будет рассказ, как можно заработать деньги. Если вас интересует, пожалуйста, поднимайтесь. И вот она говорит, мы ходим по всему торговому центру и приглашаем как бы в ресторанный дворик, за столик, для того, чтобы рассказать о деньгах, о бизнесе. Вот. Поэтому, если это делать, если рассказывать, то, ребят, все обязательно случится. И цифры, вот для тех людей, которые сегодня пришли первый раз, вы должны понимать, что, еще раз хочу повторить молодые слова, другого способа рожать не придумали. И если каждый день выполнять вот эти маленькие действия, да, показывать каталоги, проводить каждый день пять встреч, когда у вас будут появляться новые клиенты, когда вам говорят нет, и вы радуетесь, говорите, ес, потому что этот человек, который отказал, он вам может дать пять рекомендаций. Когда вы десять, десяти людям рассказываете о возможности Харри Флейн, то, ребят, результат не заставит ждать вас. Тогда вы не будете обращать внимание на отказы, когда вы будете видеть перед собой большую цель. Вторая ножка нашей с вами табуретки это система. И я хочу сказать, что все, кто выступали, наши ребята, да, вот на встрече с Владимиром Полежаевым выступали целый час и Ирина Басюк, и ребята семья Сокерчук, Диана и Виталик, выступали Косицыны, и все они говорили о системе, все говорили о том, что да, нужно много работать, что те же молдавские лидеры, когда средняя зарплата 4 тысячи рублей, когда вся страна там вообще можно переехать за полтора часа, и ребята делают новый результат бриллиантов директора, несмотря на то, что 4 тысячи зарплата, люди покупают велнос, у них в структуре 60% объем продаж велноса. Представите, как можно человека разговаривать, если он 4 тысячи получает, и чтобы он еще велнос купил, народ всю зарплату за велнос отдает, да, вот, упорство, проактивность, люди видят, что наперед, что они хотят от людей, да, то есть как бы планы, и все эти методы дублицируемые, скажите, пожалуйста, мастер-класс, дублицируемый метод, можно этому научить, можно, чайные встречи, можно этому научить, дублицируемый это метод, дублицируемый, и посмотрите, какие методы сегодня применяете вы, и насколько они дублицируемые, сделайте свой новый план действий, Кристина Цуркан из Молдавии показала свой пошаговый план мероприятий, которые дадут многим объяснение, но если посмотреть, то как бы есть мероприятие для того, чтобы был увеличен средний заказ, если у вас средний заказ хороший, ради бога, если вам нужно рекрутирование, посмотрите, какие мероприятия проводят люди с целью рекрутирования, рекрутинга, посмотрите, если вам нужно увеличить активность ваших консультантов, День новичка, часть сюрпризов, праздники, посмотрите обучение, сегодня обалденно, у нас есть и КНУК, и Академия красоты, и много чего есть, и вы знаете, еще один момент, вот выступала, когда китаянка, она говорит, ой, вы знаете, как бы, у нас столько материалов, столько материалов, вот поэтому я сделала золотого исполнительного, к ней подходит, потом говорит, а какие у вас материалы такие сверхъестественные, что вот вы проводите мастер-класс, она говорит, ну как же, руководство по применению, я сейчас вот это скажу, да, ну как же у нас каталоги, ну у нас же есть вот презентация возможностей, хоть у нас есть вот гид по коже, мы думали, что там у нее сверхъестественное, ребят, у них эти материалы есть, и они ими работают, а у нас эти материалы есть, и они в лучшем случае лежат, пылью покрытые, понимаете, а если их применять, то это работает, еще одна новость, как бы, если мы говорим об инструментах, это наша третья ножка, это, как это сказать, приложение, новое бизнес-приложение, кто уже скачал себе это приложение, ребят, молодцы, кто не скачал, пожалуйста, скачайте, пользуйтесь, и я могу сказать, что у нас есть фишка такая, мы делаем скриншот экрана в телефоне, и выкладываем, да, то есть это такая вот планерка онлайн, когда вы можете чик, не придумывая, сделать скриншот и показать, какой у вас на сегодняшний момент уровень, сколько мемчеров и так далее, и обратите внимание, что будет новинка в этом году, можно с помощью этого приложения разослать смс-ки, и группировать людей, еще там по группам, как-то сейчас там все они общим списком, а так вы можете их по своему усмотрению, это консультанты, это спящие, это растущие и так далее, еще какие инструменты, конечно же, наши любимые таблички, которые все новые бриллианты применяют, контроль нужен, нужно отслеживать, нужно отслеживать один каталог, два каталога, три каталога, на пятом каталоге вы поймете, дорогие новички, дорогие мальчики, зачем вы это отслеживаете, потому что без контроля, без развеса, никакого развития не будет, ну и, конечно, четвертый стоп вашего бизнеса, это люди, подумайте, какими людьми вы себя окружаете, полтора часа Магнус говорил о ценностях, Магнус говорил о бренде, тот бренд, который вы несете, он говорил о том, что да, вы тоже люди, но вы, есть люди, которых видит Ари Флейн, есть вы люди, когда вас видят как маму, вы не только мама, вы еще и жена, да, и вот эти роли, я об этом говорю последние, наверное, 7 лет своей команде, и будет здорово, если вас будут так окружать люди, с которыми вы разделяете свои ценности, у которых есть такая же страсть, как у вас, если человек сегодня не хочет расти так быстро, как вы, не надо его отстранять, пусть он идет, пусть едет в соседнем вагоне, да, едет по своей полосе, а вы на выделенку и вперед, да, как бы по газам, конечно это команда, конечно это то вдохновение, что вас будет как бы вести вперед, это ваши мечты, если ваши мечты будут совпадать, если у вас будет командная мечта, да, поехать все вместе, вы знаете, я ходила, много, ребенок мне дал эту палочку для селфи, я ходила там, все это видео каждые 5 секунд, потом в самолете лечу, думаю, дай хоть я послушаю, что я снимала, и как бы все, что я снимала, везде так, вот это я там в саду, жалко, что у вас с вами нет, как бы, а эти я на море, жалко, что у вас с вами нет, ладно, слушайте, я только ходила, и пузики бутом всем терла, чтобы вся моя команда была на бриллианте конференции, чтобы столько людей от моей команды было, ребят, я свой список желаний пополнила, я сделала там ревизию своих желаний, сделайте и вы ее, и вот это сложный цель, который пусть сегодня у вас появится, появится у вашей команды, появится у ваших единомышленников, и вы знаете, как бы, на самом деле, ваши желания творят чудеса, и люди подберутся такие, которые тоже хотят, вот сегодня в Ульяновске тоже проходит БМВ, и так поздравляет моего нового директора, Янкину Зинаиду, все лето в Ульяновске заливала, это вид ее из окна, на мобильный телефон, который я фотографировала, и когда она одна из трех в Ульяновске закрыла новый результат, все говорят, Зина, ну конечно, ты весь этот, когда все текло, ты все с промо-стой, ты стояла, понимаете, действия, желание страстное, как она хотела, знает только она, и наверное, мы кто ее окружали, люди везде, используйте интернет-технологии, которые рядом с вами, и вы будете черпать оттуда, если вы захотите, тоже вдохновение, когда нам объявили конкурс 15-секундных роликов, я что-то как-то поздно сообразила, думаю, блин, надо быстрее выложить, как-то так, что 15 секунд, я не сниму, что ли, так палочку взяла, на балкон вышла, рассказала, сняла, и когда я увидела, вы видите, 1700 просмотров за сутки, ребята, это вы, это люди, это вы, мое окружение, моя поддержка, вы, Москва-сити, спасибо вам огромное, и вы знаете, меня это вдохновляло, и я выходила, я нажимала на хэштег, да, вот, Арифлеймосква-сити, и все, все записи, которые, как бы, есть, они все появляются, для чего нужен хэштег, для того, чтобы в одном месте сконцентрировать все, что касается Москва-сити, я еще буду вас каждый раз третировать о том, чтобы вы использовали вот этот, ставите решетку, и без пробелов пишите, Арифлеймосква-сити, и выкладывайте пост ВКонтакте, или в Фейсбуке, и не обязательно это делать в группу Москва-сити, если ты нажимаешь на этот хэштег, то сразу всплывут все посты всех людей, будет видно, это мастер-класс проводит, это там еще что-то, это так работает, и когда я нажала на этот хэштег, у нас было wellness, beauty, что ли, что-то такое, и я смотрю, что у меня лайков больше, чем у Севрука, и я такая, давай, 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 уже я Севрука обгоняю, блин, Севрука на четвертом месте, я на пятом, короче, ну чуть-чуть,